По легенде учений в детском доме сработала пожарная сигнализация. В одном из окон появился дым. Главное в этот момент не допустить паники и быстро эвакуировать из горячего здания детей, говорят педагоги. В это же время во двор уже въезжает машина пожарных службы спасения, скорой помощи. На спасение пострадавших и борьбу с огнем у специалистов есть всего лишь полчаса. Тем временем ситуация осложняется. На территории детского дома загорелось топливо. Через несколько минут этот очаг оказывается под слоем пены. Однако на этом операция не заканчивается. Педагоги выясняют, что в горячем здании осталось трое воспитанников детского дома. Спасатели с помощью специального оборудования эвакуируют их со второго этажа. Мы продемонстрировали эвакуацию пострадавших с верхних этажей здания с помощью альпинистского снаряжения. Мы применяли как альпинистские веревки, так же для эвакуации альпинистское океа, в которое эвакуировали пострадавшего. Пострадавших принимают медики. Пока им оказывают первую помощь, пожарные заканчивают борьбу с огнем. В ходе учения свои выводы, как вести себя в чрезвычайной ситуации, сделали и воспитанники детского дома. Держаться с группой и никуда не убегать. Нужно иметь предосторожность, слушаться воспитателей. В целом, в ходе учения сотрудники всех служб по оценке руководства сработали нахорошо. По остальной задаче лично осталось справиться хорошо. На оценку отлично будем еще дорабатывать. Подобные учения в детских учреждениях региона проводятся регулярно. Сценарии могут быть разными, говорят специалисты, но главная цель одна – отработать взаимодействие сотрудников, экстренных служб и педагогов, чтобы в случае реального ЧП обошлось без жертв. Мария Иванченко, Олег Жирасский, телекомпания Ахтуба.